МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год – это не только подарки, но и, собственно, всевозможное злоупотребление едой и не только едой. Вот расскажите, пожалуйста, как быть? Здравствуйте, абсолютно правы. И поэтому очень важно в предновогодней суете не забывать про себя. То есть не только успеть всем купить подарки и приготовить праздничный стол со всевозможными яствами, но и успеть себя в это время кормить своевременно. Тогда вечером или в новогоднюю ночь вы не съедите огромное количество пищи, и вам не будет от этого плохо. Очень часто еще, но это касается больше женщин, которые, стремясь привести себя к хорошему состоянию, к новогодним праздникам, чтобы всех удивить новым нарядом, прибегают к диетам. И для них я тогда дам совет, наверное, прекратить свою диету за 2-3 дня до праздника, потому что это как оголодавший волк, который начинает сметать все, что находится на праздничном столе. И, естественно, от этого получается несварение желудка. То есть важно выспаться. Это тоже такой весомый момент, потому что очень многие заедают усталость, накопившуюся в течение дня, и за новогодним столом уже ничего не хочется, и как-то спасаются именно едой. Либо алкогольными напитками. И поэтому, когда в течение дня пища употребляется равномерно, то уже за новогодним столом это употребление пищи не будет чрезмерным, и на следующее утро, оно должно быть ярким, радостным и солнечным, как раз будет обеспечено такое состояние новогоднее. Также очень часто, ну это нормально, в новогодние праздники употребления алкогольных напитков, и поэтому нужно понимать, что чрезмерное употребление, оно всегда влечет за собой определенные последствия, что все должно быть в меру. И поэтому нужно не забывать о том, чтобы встать, повеселиться, продумать, может быть, заранее какую-то праздничную программу, если вы в гостях или дома, для того, чтобы не постоянно сидеть за столом и бесконтрольно не хватать те или иные продукты. Потому что, когда ты сидишь и ничего не делаешь, то рука сама собой тянется, и лишний кусок так или иначе во рту окажется, ну и, соответственно, в желудке. Конкурсы. Почаще выходить из дома. Ну, если погода позволит. Она сейчас нас не очень-то радует новогодним настроением, но, тем не менее, это будет лучше выйти из дома, просто даже прогуляться и вернуться опять за праздничный стол, чтобы поесть. Но праздники у нас длинные, поэтому не стоит все время проводить дома на диване, а можно съездить в гости, можно съездить на отдых в лес или на каток. У нас есть крытые площадки. Для того, чтобы просто отвлечься и дать себе возможность двигаться, потому что нагрузка возрастает на здоровье из-за того, что чрезмерно идет употребление пищи и малое движение. А печень у нас единственный орган, который выводит яд, то есть алкоголь. И, соответственно, еще и расщепляет жир, поэтому нагрузка идет колоссальная. Вот, положим, как бы мы поняли, да, что в течение дня, перед Новым годом, обязательно надо кушать, потому что многие, наоборот, например, считают, нет, я вот сегодня не буду целый день ничего есть, а потом вот будет Новый год, вот часы пробьют, да, и я дорвусь. То есть, как бы этого делать в любом случае не надо. Но есть еще такая проблема у нас у многих, мне кажется, то, что вот стол, да, все надо попробовать обязательно, как бы, да. Опять же, везде обязательно у нас, ну, такой атрибут, как майонез. Без него мы ничего не можем есть. То есть, нужно попробовать все и с майонезом, да, наверное, вот как с этим быть. А потом это все еще остается на следующий день, его надо все это съесть, чтобы оно не пропадало. И так всю неделю. Действительно, такие моменты тоже присутствуют. Поэтому очень важно стол начинать не с холодных салатов, которые заправлены майонезом, а именно с горячих блюд. И тогда насыщение наступает быстрее. И уже салаты остаются не в приоритете, они просто не умещаются. Но если уж хочется все попробовать, тогда определитесь для себя, что наиболее вкусно для вас, то, что не повседневно, а именно сегодня хочется съесть. И положите себе по ложечке каждого салата в свою тарелку, но не торопитесь все это съедать. Ну, действительно, помните, что есть второй, третий, четвертый день выходной. И все это можно доесть в следующие дни. Просто нужно распределить. Ну, а для того, чтобы вот этого чрезмерного пиршества не было, я считаю, что не нужно готовить огромный стол. Нужно как-то соизмерять со своими действительно возможностями, сколько я могу съесть. И для чего мне нужно объедаться, если я хочу себя хорошо чувствовать. Нужно просто определиться, сделать каких-то, может быть, 3-4 блюда, которые были бы необычные в этот праздничный день. И которые бы позволили вам чувствовать себя легко и комфортно. Ну, а уж если вам предстоит идти в гости, то тогда, тем более в течение дня, тоже кушайте, чтобы в гостях не объесться. Потому что алкоголь на голодный желудок – это плохо. Ну, и закуска должна быть обязательно. Но и чрезмерно жирная закуска приводит к тому, что идет несварение желудка. И обостряются всевозможные заболевания. А вот, как вы сказали, на самом деле это часто распространенное явление, то, что многие женщины именно перед Новым годом садятся на диету. Они во всем себе отказывают, да, потом дорываются. Причем, как бы, опять же, с мыслями о том, что вот сейчас закончатся новогодние праздники, и я опять сяду на диету, да. Вот насколько это вообще вредно, насколько это неправильно? Ну, вредна для организма сама диета, потому что идет истощение. То есть организм находится в режиме ядерной войны. Он ждет, когда, наконец-то, ему дадут нормальную пищу. И как только это получается, а происходит это, получается, в новогодние праздники, организм все это откладывает про запас. Поэтому все ухищрения женщин, всевозможные диеты и всевозможные способы приведения себя в хорошую форму к новогодним праздникам, они просто идут на смарку. То есть это ни к чему хорошему не приводит. Здоровье все равно подрывается. Более того, каждая диета приводит к тому, что обменные процессы замедляются. И с каждым разом одна и та же диета будет помогать все меньше и меньше, потому что организм адаптируется и привыкает, и понимает, что меня не обманешь. Я буду экономить и буду все откладывать. Морковку даже? Даже морковку. Поэтому самый хороший способ – это просто регулярное питание. И чтобы новогодний праздничный рацион не сильно отличался у вас по составляющим от повседневного. То есть не обилие жирной пищи, это пусть будут новые вкусные блюда, оригинальные, но более приближенные к вашему повседневному рациону. У вас есть какое-нибудь коронное блюдо на Новый год? Невредное. Невредное, но, наверное, картошка, запеченная с мясом слоями. Вкусно? Да. И невредно? Вкусно и невредно. Ну, Надежда, а вот все-таки что делать, если вдруг, да, вот так вот случилось, ну, вот в новогоднюю ночь, ну, переели или перепили, не дай бог, да? Как-то вот организма в норму привести можно? Ну, все зависит от того, насколько переели и перепили. Потому что бывает так, что ничего не лезет, и тогда хотя бы горячий бульон, он будет спасать положение, потому что желудочно-кишечный тракт выводит токсины. Ну, а интоксикация – это сложно предсказать, как поведет себя организм. Не голодать однозначно, то есть еда должна в организм поступать, но только в небольшом количестве. И также регулярно в течение дня. То есть не нужно стараться доедать те салаты, которые остались от праздничной ночи. Лучше съесть горячего суп или щи, ну, по крайней мере, то, что приведет организм в жидкое состояние. Да, да, жидкой пищи, не сухомятки. Ну, и, конечно, наверное, нужно помнить, да, что все-таки здорового питания никто не отменял, и на новогодние праздники тоже. Все верно. Ну, что ж, с наступающим вас Новым годом. Спасибо огромное нашим телезрителям, да, в очередной раз. Ведите себя хорошо, хочется напомнить. И напомню, также в гостях у меня сегодня была Надежда Соловьева, руководитель Центра здоровья. С наступающим Новым годом. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»